Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ, помогите ему в этом, прием 4300, хэштег на ваших экранах, он постоянно кикает неактивных, у них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас, выигрывайте у них, 1xbet, хэштег на ваших экранах, приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет, это новый ролик по Clash Royale, я сейчас нахожусь на аккаунте, на котором 5800 кубков, я очень был удивлен, когда зашел на этот аккаунт, потому что, блин, я со своей мета-колодой сейчас там на 5500 только сижу, а тут, я бы не назвал это фан-колодой, но тут далеко не мета и далеко не понятная колода, и с ней он поднялся на 5800 трофеев. А колода, ребята, выглядит следующим образом, это мега-рыцарь с фризом, я не вижу тут никакой логики сочетания этих карт, но эта колода, он реально выигрывает, побеждает и сейчас находится в чемпион лиге, 3.9 эликсира, средняя цена, мне немножко эта колода напоминает пеку, там призрака, вот этот таран, но только тут, ребят, нету тяжелых заклинаний, что является большой проблемой, потому что я просто в душе не понимаю, как он выигрывает колоды, в которых есть сборщики эликсира. Он просил, ребята, показать его клан на видос, The God, 4600, придем, всего лишь 9 человек не хватает в этом клане, я вас прошу заполнить эти места, у кого есть 4600, ребята, заходите, в этом клане он говорит, что есть игроки, которые играют его колодой, я не знаю, автор на этой деке или нет, но подобной колоды я не видел. Я понимаю логику, где есть фриз с шариком, фриз с кладбищем, то есть с теми картами, которые быстро сносят вышку, но тут, я не знаю, а какие карты тут быстро сносят вышку, тут даже толком и атакующие карты, кроме тарана нету, ну, я в том плане, что я называю атакующими картами, которые идут только на здание дефа, не реагируют на юнитов, тут только таран. В общем, интересно будет сейчас посмотреть его поединки, прежде чем мы перейдем к онлайн-каткам, у него есть еще один аккаунт, где, по-моему, его соклан, девушка, как бы, дошла тоже до высоких трофеев, не с фулл прокачкой, с гигантским скейтом. Если бы вам было интересно посмотреть колоду, было бы интересно посмотреть повторы вместе со мной, давайте на этом ролике наберем 5000 лайков, ребят, подпишитесь на канал и будем ждать этот ролик, я надеюсь, что вы соберете, мне самому интересно. Подписывайтесь на этот канал, здесь у меня выходит видосик, и подписывайтесь на мой второй канал, там у меня выходят стримы, и на везде нажимайте на колокольчики. Но теперь давайте перейдем к самим поединкам. Сейчас я вам показываю повтор против HUAGA 2.6, у соперника рекорд 6400 кубков, то есть, понимаете, если бы это было, ну, происходили, допустим, ой, а что у меня завис, ага, все, это AIR сервер. Если бы это происходили поединки на 3000, на 4000 трофеев, то удивляться, в принципе, там нечему, ну, тащит скилловый, красава. Но колода, я не согласен, что она прям имба, но удивительно, удивительно, что он с этой колодой все-таки поднялся на 5800. Я со своей метой колодой до сих пор, ну, на самом деле, может, это из-за того, что я мало играю, а я реально мало играю, сейчас и твинг, и основа, и другие игры еще, и много, короче, других забот, короче, не дают мне подниматься высоко по кубкам, но я думаю, что в скором времени тоже подниму 5800. Опять же, напоминаю, стримуй меня на другом канале, по ссылке в описании, подписывайтесь, там будем поднимать 5800. Вот, Хог 2.6, короче, смотрите, что мне автор этой колоды говорит. Самые сложные антидеки для этой колоды, это Голем с Ведьмой и Драконом, также мортиры с разбойниками всякой мелочью, Пеки, гиганты со спарки или с принцами, и также быстрые Хоги. Я считаю, что это слишком много контры для этой Деки, и такие самые популярные, впрочем, Пека, что, не популярная колода? Популярная. Голем, разве не популярная? Тоже популярная колода. Гиганты так вообще повсюду. Хоги, быстрые, это самые актуальные, это вообще универсалочка. Хог 2.6, это прям, ну, это идеальная колода. И мортиры, он все самые, ну, лаву только не назвал, но он считает, что это антидеки его колоди. И, впрочем, сегодня мы посмотрим эти все поединки против этих антиколод. Вот, это все, что он говорил по поводу своей Деки, а теперь давайте просто наблюдать за его поединком. Мне интересно, в каких моментах он использует заморозку? Для чего, для чего он ее использует? Как можно с мегарыцарем вообще без, там, шарика, без шахтера, без поезда сносить вышки? Вот, смотрите, соперник пропустил. Но, и Хог 2.6, я не знаю, не совсем думаю, что это прям контр. О, хороший фриз на деф. И, смотрите, он на 3 короны его сломал. Единственное, что, опять же, ему нечем добивать. Но тут последняя дудка дудца оставляет 16 хп и стрелами он заканчивает поединок на 3 короны. На этот поединок я особо не смотрел. Я старался вам про колоду рассказать. А вот следующий будем внимательно смотреть и рассуждать. Поехали. А вот тот самый поединок против голема, о котором он говорит, что сложнее всего против големов. Давайте смотреть. Я согласен с ним против голема. Вот, смотрите, как я понимаю, у соперника, точнее, давайте так, мы играем с фризом, соперник с големом. Вот соперник ставит голема, потом ночную ведьму и дракончика, к примеру, да? Либо мега муку. Идеально задефать там можно фаерболом, поизоном, ну да, и каких-то еще дополнительных юнитов накинуть. Но, повторюсь, у нас нету тяжелых заклинаний. Да, мы можем кинуть мега рыцаря, но мега рыцарь только будет контрить ночную ведьму. А воздух, воздух, чем прикрывать? Да, миньоны есть, банда, стрелы, но там торнадо, там тоже поизин, я не понимаю. В общем, чтобы понять, давайте посмотрим. Так, значит, ну, пока что у нас тут происходит размен такими оскорблениями. Давайте это назовем так. Размен оскорблениями, то есть ничего не произошло, еще никто урон не нанес, но повыделывались. Повыделывались, вначале соперник пытался нанести урон. Мы там, наверное, от контратаки. И вот она атака. Опа! Мега рыцарь сразу же с другой стороны. Вот оно как, да? Это работает. Соперника сейчас нету вообще контры по земле, поэтому он выбросил мегамуху. И использует торнадо, кривущая торнадо. Я не знаю, вообще, возможно, перетянут ли мега рыцаря на главную вышку. В последнее время тяжело этим заниматься, потому что там торнадо когда-то фиксили. Так, значит, смотрите, банда гоблинов, но она не контрит ночную ведьму. Мне кажется, он сейчас вышку потеряет. Темный принц на голема, окей. Так, еще три миньончика там на подстраховке дракон. И вот, смотрите, вот то, о чем я говорил. Как законтрить связку голем с ночной ведьмой. Короче, он воспользовался моментом, когда соперник потратил 8 эликсира, сразу же выбросил мега рыцаря. Но мне кажется, что такой проход получился, так как у соперника не было в цикле, ну, к примеру, той же пушки. Возможно, пеликсира на пушку не хватило, но, по крайней мере, он бы столько урона не пропустил, мне кажется. Смотрите, мега рыцарь с краю карты. Как гиганта его ставят, я не понимаю. Его же легко контрить. И таран с другой стороны, с противоположной. И темный принц туда, офигеть. Но мега рыцарь слева. Непонятно, я не понимаю. Смотрите, пушка не была уничтожена, поэтому таран сквозь нее проходит. Добивает вышку. Окей. Подкидывается к мега рыцарю 3 миллиона. Но, блин, он не задефал атаку. Он ее не задефал. И соперник переходит, смотрите, вот у него еще голем. У него... Ой-ой-ой, пушка! Как он вовремя мега рыцаря выпустил? Если бы сейчас не мега рыцарь в эту же секунду, пушка бы оставила полторы, возможно, еще меньше хитпоинтов. Потому что главная вышка уже сагрилась на голема. Я не посмотрел башню лучниц. Успела ли сагриться на голема или нет? Вот, если бы она сагрилась, там бы вообще гг. В общем, повезло ему с мега рыцарем. А, возможно, это не везение. Возможно, вот это скиллуха. Итак, Таран снова и мега рыцарь посередине. Поезд на Таран. Но Тарану по барабану он добирается к вышке, наносит урон. Но встречается там пушка. Офигеть! И фриз, для чего фриз в этой деке? Слушай, слушайте. Слушайте. И, ну, я обращаюсь как к зрителям, так и к автору Константин, автор этой колоды. Хотя я не знаю, автор он в этой деке или нет. Но, в общем, к игроку Константину я обращаюсь. А не кажется ли тебе, что... Ну, фриз тут как-то не очень. Вот, поезд. Представь тебе, был бы поезд. Я не... Просто, может, я не понимаю эту колоду. Может, здесь фриз все-таки нужен. Но, как по мне, плохое сочетание фриза с данной связкой. Ну, кто я такой, чтобы судить эту колоду плохо, хорошо? Он с этой декой поднял 5800. Я со своей мета популярной колодой на 5500 до сих пор сижу. Ну, я, понятно, что 5800, возможно, аж подниму в скором времени, на это надеюсь. Но, тем не менее, блин. Кто я такой, чтобы там судить его, да? Но я просто... Я не сужу, я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Для чего тут фриз? И он его не использовал за весь поединок. Вот только в прошлом поединке на Деф от Хога. И сейчас на этот. Ну, он использовал его. Ничего не произошло. Он вышку не снес. Давайте ускоряться. Потому что он говорил, тут поединок был долгим. И самый экшен произошел под конец поединка. И вот, короче, доходит таран. Ага, и фризует. Короче, фризит, не фризует, фризит. Короче, я не пойму эту колоду. Я не знаю, если вы попробуете с ней сыграть, то попробуйте мне тоже объяснить, зачем тут фриз. Ну, и последний повтор на сегодня. Поехали. Я сейчас вам показываю те колоды, которые он подметил в список антидек. То есть, против голема я вам показал поединок. Я вам показал против быстрого Хога. Против быстрого Хога вообще как-то, я бы не сказал, что ему было тяжело. Ну, я сам не играл, поэтому не могу судить, легко или сложно. Но я как посмотрел поединок, он его изи на три короны как-то снес. Может, так сложился бой. Вот. И вот сейчас конечный поединок против Спарки. Против Спарки я согласен, что это антидека. Потому что у нас... А, нет, стоп, у нас же фриз есть. Я хотел сказать, что у нас ни одной карты нет, которая сбивает касса, ну, Спарки. У нас стрелы в данном случае. Вот. Но, тем не менее, у нас есть фриз, поэтому дефаться от нее реально. Вот сейчас практически всех юнита он слил. И будет, наверное, тараном дефаться. Так, там темный принц с правой стороны. Но он не дойдет до вышки. И Спарки практически выстрелила по варварам. Но урон не прошел. Сейчас будет палач. Кстати, серьезная колода. Палач Спарки. Много чего контрит. Вот. И я бы, наверное, поиграл. У меня Спарки как раз в 13 уровне. Но это уже совсем другая история. Об этом мы поговорим на стримах. Либо же в следующих роликах, когда я буду на своем аккаунте играть. Итак, он закидывает темного принца на деф от гиганта с палачом. И ставит, короче, дутца с бандой гоблинов. Но с помощью торнадо всех стягивается в одну кучку. И атака прошла успешно, я считаю. Тысячу. Ой, даже больше. Подождите. Этот палач продолжает атаковать. 299 хп осталось на вышке. Начало поединка. Я до сих пор не понимаю, зачем тут фриз. Вот хоть убей. Я не понимаю. Ладно. Значит, что? По этой же стороне, да, так я понял, будет атака. Используется разряд. И закидывается. Вот сейчас будет фриз. Вот, наверное, в этих случаях нужен фриз. Смотрите. Оп. И все. И таран доходит к вышке. И все. И больше урона нет. Ну, тут нам не повезло, что палач был справа. Поэтому, да. Он нам подпортил всю малину. Если бы не палач, мне кажется, вполне реально забрать было сторону. Забрасывается темный принц с краю карты. И меганайт, дабы не добить вышку палачом. Меганайт. Смотрите. Хорошая атака слева. Соперник практически все потратил на правую сторону, дабы забрать правую сторону. И мне кажется... Он что, дурак? Он дурак? Он слил фаер на добивание. О, боже. Ну, сейчас же он зафризит. Он же сейчас зафризит. А, нет. Он зафризил с парки. А я бы зафризил, наверное, главную вышку и на трешку бы забрал. Ну, наверное, бы было неправильно это. Классно. Хорошо отыграл Константин, но соперник... Хотя... Не знаю. Я что-то думал, что сейчас на три короны он снесет. Поэтому думал, ааа, куда ты сил фаер? Лучше бы ты дефался. Но нет. В принципе, наверное, все правильно он и сделал. Мега-рыцарь вот на палача, на спарке. Принимает на себя урон и полностью уничтожается. Разная мелочь подкидывается, дабы законтрить все. Нету палача, поэтому миньонов никто не контрит. И сучка получает таран урон, который нежелательно было получать. Я так понимаю, что опять поединок затянется. Я думаю, что нам надо поставить х2. На самом деле напряженные поединки, но это 3800. Тут все поединки напряженные. Это вам не 4000, как я на Хабибе. Да, жалуюсь на то, что просто прокачка у всех. Но играет там ни о чем. То здесь любой соперник он... О, вот хороший, хорошая попытка хорошая. Но опять же, это мега-рыцарь. Он нагрится на все подряд. Смотрите, фриз, но... Ой-ой-ой, два раза. Два раза мега-рыцарь по вышке нанес урон с прыжка. Остается 1600 хп. Я поражаюсь, просто поражаюсь. Как он тут затащил вообще? 400 хп остается. Вот сейчас, наверное, последний фриз. Фриз. Оп. Я не понимаю. Константин, напишите мне в ЛС, как вы тащите с этой колодой? Я не знаю. Чудом. Чудом как-то выигрывает все поединки, как по мне, сложные. И, по его словам, очень много анти-колод. Тогда почему выбор остановился на этой деке? Непонятно. Но не показать я вам не мог, ребята, эти повторы. Не показать вам эту колоду тоже не мог. Возможно, я просто не шарю. Вот. Поэтому, если вам эта колода понравилась, побольше лайков. Или видос понравился, или повтор, или то, что рекорд... Точнее, не рекорд, а... Хотя, какой рекорд? Да, это рекорд. Он никогда не брал 5800. С этой декой 5800 кубков. В общем, подписывайтесь и не забывайте, что у нас еще есть одна колода, которую я вам хочу показать, но чуть попозже. Ребята, удачных вам сражений. Не проигрывайте. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...